Сегодня мы рассмотрим как будут сделаны два третчка. Первый у нас будет такой с атмосферным басом с живой драмкой, второй так же, но будет еще так же с акапеллой, с фонковской такой немножечко. Как совместить атмосферный бас и живую драмку, чтобы это звучало довольно-таки приятненько и при этом, чтобы это качало любого, даже кто не любит такой жанр. Давайте рассмотрим как это сделать, ну и всем приятного просмотра, погнали! Так, первый третчик вот так у нас выглядит, давайте я включу, чтобы было все понятно. Сверху у нас синтез, снизу драмочка, погнали! Продолжение следует... Вступает еще один синт, яркий такой. Давайте рассмотрим какие тут основные идеи. Значит, первое самое главное здесь у нас что? Это у нас первые два синта, которые обыгрывают аккорд и вот... Вот, значит, в чем идея? По аккорду все довольно-таки просто. В данном случае у нас это все ля мажор, вы можете так выбрать скейл, нотку ля мажор, чтобы вам было удобнее видеть это все. Обыгрывается первый аккорд. Ля, ми, ля. И тут же сверху это мелодии скорее, уже вот эти штучки. То есть, если это все убрать... Во второй части это то же самое. Играет аккорд. Значит, это первая ступень, седьмая, шестая ступень. Опять то же самое первая, опять шестая. И таким образом получается такое отступление. В данном случае я использовал Synth Diva. Вот такие вот плаки. Poly Synth High Childhood. Очень важно здесь, что с маленькой атакой так звучит, с очень быстрой, очень ярко. Вот, поэтому я взял помягче атаку, савтоматизировал. И бас. Самое главное здесь по сути. Давайте рассмотрим, как он сделан. Он обыгрывает все те же басы, которые в аккорде. То есть, нотка ля, как видите. Но также можно скейл бахнуть. То есть, корневые ноты аккорд. Вот. А эти слайды, это уже, по сути, как подходит в аккорд, как не подходит. Нам нужно уже чекать, смотреть. Можно самые разные слайды. То есть, он плавно делает. Такие вот нотки. В данном случае я использовал Repro 5. As Omin. Это пэд синты. Вообще, это пэды. Но для баса, если очень низко взять пэды, часто может звучать как офигенный бас. Протестируйте. По факту это пэд. Вот. Такой-то очень плотненько звучит все вместе. Очень хорошо. Синт. Немножечко в ревербе. В этот бегущий бас. Мы тоже немножечко в ревербе. В дилее. Тоже очень важный момент. То есть, его делает кайф, по сути, две вещи. Много голосов. То есть, он плавает. Ммммм. И самое главное, здесь у нас есть. Такой вот дилей. В общем, быстрый. Без дилей было бы так. И реверб. Вообще, он такой вот сухой. Перегруз очень сильно влияет. Небольшой перегруз. Небольшой дилей. И небольшой реверб на бас. Создает вот такой вот эффект кайфа, я бы сказал. Вот. Давайте послушаем дроп. Такое вот вступление. Бас все еще подряд ноты аккорда. Добавляется еще один синт. Вот такой вот серумовский. Короткая атака. Вот. И фильтр. Вместо нескольких голосов. Небольшой дисторшн. С фильтром компас. Добавляет такой вот эффект. Все те же ноты. Значит, по поводу драмки. Вот так она звучит соло. Живая полностью. Кроме кика тропа вот этого. Такой плотненький, незастый. Значит, это breakbeat у нас, в данном случае, semantics. Где взять такой breakbeat? Это, по сути, у нас semantics memories, vintage samples. Вот это. Тут есть интересные дембрейки, мелодии, ваншоты. Вот светую потестить. Вот так он звучит. Здесь только обработка. Единственное, что немножко срединку подстрелал, чтобы с нейр не сильно торчал. С нейр. Отдельный вот такой вот. И, в данном случае, kick. Ну, понятно. Самый гайф, здесь, конечно, групповая обработка. Без вот этой обработки, во-первых, гулка. И не так плотно. В миксе теряется. То есть, даже если громче сделал. Какие-то звуки очень громкие, какие-то тихие. Поэтому, в данном случае, обработка вот такая. Сделал драмку очень близкой. И лучше сочетающийся с синтами. Значит, в случае, это retro color downbreak вот такой. Он все сделал, по сути. Исторшн. Венил и space. То есть, добавить немножко пространство. Тут уже по мелочи про кюшка третья. Wave share для того, чтобы сделать плотно. Чтобы кик фигачил и с нейр. Чтобы было немножко поплотнее. И фрешер для того, чтобы добавить высоких. Вот. В принципе, это все, что нужно знать. Идея в том, чтобы скрещивать такие драмки. Не быстрый BPM. 130. Но в данном случае, как видите. То есть, нету как-то такого нет. Поэтому реверб и дилей здесь очень хорошо перекликаются. Чем меньше BPM, тем лучше вписывается большое количество реверба и дилея. Потому что не так размазывается звук сильно. Опять же, то, что живая драмка. То есть, оно добавляет движение. Потому что без нее такая драмка не особо вписывается. Потому что в этом драмке не хватает мешка низа. Не хватает с нейрчика. Собственно, я добавил их отдельно. Можно еще добавить хэт там и так далее. Это уже не супер важно. И филы такие переходах. Для того, чтобы сделать более какие-то интересные сбивки. Вот. Тут уже как хотите. То есть, в принципе, здесь весь кайф в басу. И вот в этом сенте. Повторяющемся. Что еще можно здесь сказать? Как обработан бас? Бас достаточно просто обработан. Сайдчейн от кика. Чтобы когда кик ударял бас тенсатиши. Компрессором сайдчейном таким в данном случае. Фаб-фильтром. Просто здесь, по сути, срез в переходе какой-нибудь. Можно сделать переход вот такой. И вот срез такой. Выплывает постепенно. Вот. Насчет вот этого синта дополнительного. Это тоже Dio в данном случае. Лид МК-Джой. Если в группу это все сделать. Так он ярко звучит. Энглесман для реверба. Ретрокарб для того, чтобы сделать поменьше высоких. Спейс Диджитал. И вот эту штуку добавить. Обыгрываться просто для мажор. Никаких там супер-аггардов нет. Все довольно просто. Импровизировал на клавиатуре. Поэтому много нот кажется. Но по факту это просто импровиз. Так что советую импровизировать вам учиться на меди-клавиатуре или на компьютерной клавиатуре. Вот такие моменты. На мастере фрешер для того, чтобы отбрать яркости. Собственно. Не перебарщивайте. Плогин очень яркий. Вот. Для фрешера сибрать. Он бесплатный. Вот сус. Чтобы он срабатывал прямо на резонансах. То есть нужно им на софт взять. Небольшой дептер. То есть самые яркие снейры. Острый хэт или острый сильно бас. Они делают его потише. Сус. В общем тема для баланса. Ну и собственно крипер для того, чтобы добавить громкости. Ну и чтобы кик фигачил получше. Вот такие моменты. Давайте перейдем ко второму треку, который будет очень похож на этот. Но немножко с другой фишечкой. Погнали. Так вот этот трек у нас следующий. Значит здесь основная какая идея. Пианино. Синт басовый. Драмка, драмблуп по сути. Ну драмбрейк живой. И голос. Четыре дорожки. Но звучат очень интересно. Давайте включим и послушаем что у нас тут. Гол, кстати, записывал своего друга. Поэтому там что-то на тарабарском, наугарно звучит. Очень хорошо вписалось. Что-то на немецком кабуду. Значит вот такое пианино. Идея такая же простая. Гармония здесь сильно решает, конечно же. Но она проста. Какие здесь идеи основные. Здесь у нас ре мажор. Сразу берете скейл, фигачите мажор. Вот у вас нотки идут. Первая ступень. Аккорда первой ступени. Потом у нас третья. Фа мажор. Потом у нас пятая. Опять первая. Опять третья. Опять пятая. То есть 1-3-5 по сути. В чем идея мелодии? Это просто мотив. По сути, если зазумим, то мы увидим следующую ситуацию. Здесь по сути третья ступень в тональности. Седьмая. Третья очень эмоциональная в любой тональности. А седьмая диссонирующая такая. Если было бы вот так. Это попса уже немножечко. А так как бы немножко есть напряженка такая. И делает звук более интересный. Джорджи, думаю, вам напоминает это отчасти. Есть там переход такой. Здесь то же самое. То есть седьмая ступень это до диез. Она прям кайфовая заходит. Дает эмоцию по сути основную. Инструмент данном случае у меня нуар фэлт. Всем сильно советую нуар. Хорошая тема. Ну пиано так также можно взять. Но нуар более такой живой. УТС здесь агрессивная 40%. Для чего? Для того, чтобы... Видите, он глукая. Чтобы достать весь список вот этот вот от клавиш. Ну и Valhalla для того, чтобы пример был. Бас. Бас, значит, серум опять, как всегда. Серум обожаю. Особенно басы крутить. Значит, много голосов. Агрессивная волна. Можно взять помягче, конечно же. Какую-нибудь такую. Больше. Средств высоких, потому что иначе будет каша. И в миксе будет сильно высоких. Много. Фильтр такой делает мягче все это. Дисторшн. Компрессор для того, чтобы не слишком была гулка. Мультибенд врубаете. Фильтр данном случае еще. Здесь, конечно, много голосов, короче, важно. И фильтр вот этот высокий срез. Счет, добавляет также сап. Еле-еле добавляет немножечко низатости. Драмбрейк. Тоже это, по-моему, Sematic's Memories Vintage. Значит, здесь какая идея? Проводок практически нет, как видите. То есть он звучит уже хорошо. Слишком, видите, яркий снейр и кик. Как сделать их тише? Во-первых, вот это для того, чтобы чуть-чуть все сгладить по ударам. Но самое главное, конечно, прокюшка. При ударе кика я делаю мейк-динамик вот такой. Тут у нас снейр, тут у нас кик. Ну, высокая часть его. И хэтик. Потому что если мы это вырубим, видите, очень много шума получается там. И в миксе это слышно сильно прям. Шум прибрали, да, мы потеряли высокий, я согласен. Но зато мы потеряли тот шум, который нам не особо нравится. Если, допустим, вам нравится этот брэкбит, лучше вот так. По поводу голоса. Кстати, Serum повторяет аккорды так же самое, как и в первой части первого бита, как я показывал в предыдущем. По поводу голоса. Идея в том, что это просто записано вот так. Чего, пепу-казы, пепу-пари-пу-пи-капу. Какая-то ритмика, непонятно какие слова. Вообще это неважно, непонятно какая мелодия. Просто пепу-рипу-папу. На фоне бит играть, который вот это мы записали. Без наушников, без всего просто. Вот такая обработка. Слышит хорошо. Самое главное, какая идея. Все дело в Rotter Color. Очень короткий такой срез. То есть как радиоэффект такой. Шум небольшой от винила. Небольшой дисторшн, чтобы поплотнее звучала серединка. И реверб, спейс такой. Virtual Mixer, в данном случае, это как компрессор. Он не сильно здесь влияет, но он как бы предохраняет, так сказать, самых громких звуков. Серединку срезал, потому что немножко резонировало, как мне показалось. И Valhalla. Valhalla вписывает в микс, потому что бас атмосферный и пионину тоже. Потом Valhalla здесь лучше зашла. И при этом живая драмка, которая полностью сухая, склеивает это все вместе. И мне очень нравится, как звучит. Если делать потише, можно чисто на фоне слушать. Это кайфово. Тут, да, еще режу вот такие всякие приколюхи. Ctrl-D, Ctrl-D, типа чтобы... Потому что если продолжить, то будет вот так. Вот, иногда можно там поприкалываться. Благо, в Аблитике это сделать достаточно просто. Вот такие моменты. Да, и в басу, конечно же, у нас слайды. Типа, вэ, вэ, вэ. То есть это Mono, Legato, Always и небольшой порт. Можно бахнуть. Так вот. Значит, по мастеру. Гулфос, значит, чтобы добавить просто высоких немножечко. Чтобы немножко задать картину. Это не так важно, на самом деле. Точнее, sorry. Вот небольшой сус, опять же, с тем же похожим пресетом. Чтобы не сильно било по ушам бас там и сильно громкий снейр. Ну, да. Ну, и клипер. Добавить громкости просто. Так, чтобы кик звучал поплотнее. То есть в данном случае кик снейр в лупе был хороший, поэтому не стало разбавлять. Четыре дорожки. Интересная гармония, которая подобрана с приятным басом. И, собственно, голос, который такой, казалось бы, кринжовый сначала, но потом очень хорошо зашел в микс. Поэтому эксперименты — это всегда круто. Найти приятный луп живой. Можно прогуглите брейкбиты. Прямо брейкбитс погуглите. И посмотрите интересные атмосферные сэмплы. Советую вам прописать им самим. И возьмите атмосферный бас. Перекатываешься. Много голосов. Тягучий. Все, благодарю. Спасибо большое. Буду рад вашей поддержкой. Лайкосами, комментариями, подпиской, если такой видос был, оказался интересным и полезным. Напишите еще в комментариях, что вы хотите увидеть. Либо какой-разборчик, либо, возможно, конкурс. Замутим на какой-нибудь. Эти два треки я выложу в телегу и в ВК. Ссылочка в описании. Обязательно чекните. И также подписывайтесь на инсту. Многие треки и стори, с которыми я выкладываю, выходят вот в такой вот разбор. Все, благодарю и до скорого.